я уже в эфире коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю друзья что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите своим творчеством зарабатывать деньги не просто творить но еще и деньги этим зарабатывать то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой вот я вам сейчас эту ссылку и размещу в комментариях а вы меня вообще видите а вы меня вообще слышите есть окей друзья начинаем наш очередной урок года денег и сегодня у нас будет еще одна такая концептуальная тема она очень непростая непростая не в том смысле что там много каких-то сложных концепции она непростая в том что там очень много путаницы в этой теме и я надеюсь что я может быть может быть еще сильнее вас запутаю а может быть наоборот у вас какая-то ясность понимание этой темы получится но проблема с этой темой состоит в том что очень многие люди не понимая того как это работает на самом деле и веря на слово покупая по номиналу то что им рассказывают очень часто оказываются в очень затруднительной в очень сложной ситуации в том числе и финансовой и мировоззренческой тоже поэтому стоит того чтобы отдельно на этой теме остановиться и в ней немножко поковыряться а дальше со следующей неделе мы с вами перейдем уже прям к практическим вещам и там пункт 4 или 5 я не помню занятий мы будем заниматься рекламой мы будем заниматься продвижением и это будет касаться абсолютно всех без исключения тех кто в найме работает для них тоже нужна реклама для тех кто фрилансер он занимается тем кто творчеством за вообще реклама нужна любому человеку если вы не являетесь монополистом да вот если вы панамский канал вам не нужна реклама во всех остальных случаях вам реклама нужно и соответственно вот мы с вами этим будем заниматься потом мы с вами уйдем да и наверное на следующем же занятии я начну уже набор на vp до для того чтобы у вас было время хотя бы месяц был для того чтобы это все сделать до чтобы не не в последний момент и дальше мы с вами на месяц уйдем под воду там будем всякими трансовыми техниками заниматься секретными и буду вам там всякие всякую закрытую информацию давать которую я в открытом доступе давать не хочу и потом мы выйдем на поверхность и продолжим продолжим наш год день сегодняшняя тема называется квадрант денежного потока напишите пожалуйста в чате говорить ли вам что-то этот термин слышали ли вы что-нибудь об этом или вы впервые слышите это сочетание слов я уверен что что все вы скорее всего и киосаки читали да и саму эту концепцию знаете но сегодня я немножечко немножечко об этом поговорю значит смотрите любопытно вот что я в свое время когда стал вообще с темой денег разбираться я как и многие из вас и как многие вообще из людей в этом мире я начал с киосаки то есть я прочитал его богатого папу бедного папы и там есть очень важные очень мудрые ценные мысли и концепции до связанные с тем как раз как раз таки о чем мы с вами в прошлый раз говорили да о том как окружение как авторитетные люди да влияют на понимание до того как как вообще обстоит дело с деньгами и потом дальше от киосаки я начал читать все остальное что на эту тему написано сделано придумано и так далее тогда и потом через какое-то время я киосаки уже стал относиться так ну как такой некий шоумен да как у которого есть свой какой-то бизнес да по продаже именно вот этого шоуменство своего да и в общем то вполне почтенный со своими скандалами со своими какими-то достоинствами со своими какими-то недостатками в целом я относился к нему как и я к этой его концепции да как какой-то вещи такой ну давно пройден к тому почему в общем не надо уже давным-давно возвращаться но тем не менее я с удивлением обнаружила что до сих пор его мысли очень высоко котируются в частности однажды на одном закрытом мастер-майнде то есть это был прям реально закрытый мастер-майнд который вход был от двух миллионов рублей ежемесячного дохода туда не могли попасть люди которые зарабатывают меньше 2 миллионов рублей в месяц и соответственно уровень людей можете себе представить да то есть это предприниматели которые ну что тогда в жизни понимают народ и мы сидели болтали в перерыве с ребятами о том о сём и значит один парень сказал что вот горит я только что закончил мбей а я как раз тогда присматривался к мбей и там был вариант пройти более простой мбей в синергии был вариант пойти в сколково за 80 тысяч евро вот я в общем склонялся к тому чтобы пойти в сколково и два года там получить поучиться и получить мбей просто потому что мне это было интересно мне было любопытно я и он как раз вот этот самый сколковский мбей за 80 тысяч евро или долларов не помню только-только-только что он его закончил я у него спрашиваю слушай вот я тоже как раз хочу туда пойти и ты можешь мне сказать что самое ценное ты оттуда получил за два года какой-то сам какая самая важная вещь которая тебе взорвала мозг и он не начинает расколоть понимаешь человек сначала работает за зарплату потом ему зарплаты не хватает и он решает что он будет брать допустим клиентов дополнительно к своей к тому что он делает на работе да то есть напрямую выходить на клиентов и с ними да что-то на них зарабатывать какие-то деньги в этот момент он становится фрилансером потом у него это его частная практика растет и в дальнейшем он решает нанять людей например которые там его делают для него маркетинг до помогают с продуктом и так далее так далее то есть он начинает не не просто делает продукт и продает его да а он начинает управлять людьми которые делают продукт и продают и потом он нанимает управляющего который управляет людьми которые делают продукт которые этот продукт затем продают и он в этой ситуации не делает уже ничего кроме того что он вкладывает деньги в там запуск новых бизнесов или расширение бизнеса а вот и таким образом все люди до делятся на четыре категории первая категория наемные работники вторая категория это фрилансеры третья категория это создатель основатель бизнеса и четвертая категория это инвестор и вот он мне все это рассказывает и я смотрю на него у меня челюсть медленно падает отъезжает на пол и я ему говорю слушай ты хочешь мне сказать что ты заплатил 80 тысяч евро за то чтобы тебе пересказали книгу киосаки квадрант денежного потока вот и и до него это я вижу просто да что до него это вот прямо в моем присутствии начинает это доходить потому что видимо он тоже эту книгу читал да забыл то есть концепция это продолжает до сих пор быть популярным я ее вам только что коротчайшим образом изложил давайте я чтобы по поводу определения да потому что некоторые люди думают что квадрант это такая штука которая состоит из четырех квадратов на самом деле квадрант это одна из четырех областей да то есть квадрант это угол на которой плоскость делит двумя перпендикулярными линиями да то есть вот если взять перпендикулярные две линии да вот каждую из четырех вот этих частей до угол с одной стороны угол а с другой стороны бесконечность вот это и есть квадрат квадрант да то есть плоскость разделенная двумя перпендикулярными прямыми делится на четыре квадранта и вот в этом в эти эти четыре квадранта для того чтобы визуально было понятно мы размещаем в левый найм фрилансер ну или фрилансер найм владелец бизнеса и инвестор 4 этих самых еще раз повторю найм человек работающий в найме фрилансер владелец бизнеса и инвестор вот кто вы напишите пожалуйста в чате вы работаете в найме являетесь ли вы фрилансером являетесь ли вы владельцем бизнеса и являетесь ли вы являетесь ли вы инвестором сейчас мы будем в этом долго и нудно разбираться потому что ну например я являюсь ли я основателем бизнеса я являюсь основателем сценарной мастерской александра молчанова является ли это бизнес у меня есть наемные сотрудники в этом бизнесе но я не являюсь основателем бизнеса в данном случае почему потому что это практика частная практика если меня изъять из этой сценарной мастерской то на этом то она и закончится да то есть сотрудники которые работают со мной они не производят продукт они помогают мне этот продукт продавать да а производителем продукта являюсь я да то есть если мы смотрим условно говоря на тони роббинса на которого работает там большая достаточно команды да это тот же самый фриланс да та же самая частная практика или опру инфри у которой вообще-то 5 миллиардов или к не вас да то есть изыми оттуда к не веста с его рэпом все и там все заканчивается но естественно человек может быть в разных своих апостасях может быть занимать разные роли об этом мы тоже сейчас поговорим до к чему весь этот спич вел киосаки сразу оговорюсь еще раз что я к нему отношусь с очень большим уважением дядька сам себя сделал и весьма полезное дело дело помогая людям с финансовой грамотности но вот конкретно вот в этом в этом в этой концепции да я с ним не согласен почему потому что он совершенно четко проповедует идею о том что это повышение и уровня доходов и повышение статуса и так далее и так далее что человек должен непременно пройти путь от найма через фрилансера во владельца бизнеса и в инвестор и стать в конце концов инвестором да то есть это как бы найм это рядовой а инвестор это маршал и плох тот рядовой который не хочет стать маршал до что мы должны непременно стремиться к тому чтобы стать инвестором почему мы должны стремиться к этому потому что по мнению киосаки в найме и во фрилансерстве 5 процентов денег то есть что люди которые работают в найме и люди которые занимаются фрилансерством они все вместе получают имеет пять процентов денег а владельцы бизнеса и инвесторы совместно иметь 95 процентов денег у меня большой вопрос к этим цифрам потому что из если посмотреть на количество людей в мире а мы увидим что большая часть людей они находятся либо в найме либо во фрилансерстве и понятно что конечно там какой-нибудь один процент на самых богатых людей имеет большую часть денег но все-таки не 95 процентов вот и но плюс-минус это действительно так действительно я думаю что не 95 процентов но может быть там 50 процентов денег находятся у инвесторов и владельцев бизнеса и это естественно на 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 осы на одну особь это естественно больше потому что их тупо меньше инвесторов успешных и владельцев бизнеса успешных их естественно меньше чем людей на которые находятся в найме или фрилансер но никто да и мы естественно мы предполагаем что мы хотим стать вот в этом в этой тысячи условно говоря людей которые которые имеют 95 процентов денег но мы же понимаем что все мы да все семьи сколько нас там 8 миллиардов да мы все вместе не можем стать вот этой тысячи это просто физически невозможно да то есть мы все не можем стать инвесторами мы все не можем стать владельцами бизнеса просто потому что кто-то должен работать кто-то должен создать этот бизнес да вы кому-то если вы инвестор вы кому-то должны дать эти деньги да эти деньги должны начать работать и сделать вас богатым поэтому да в принципе ты действительно так но как в том анекдоте есть нюанс никто не говорит о том во всяком случае в данном контексте не говорит о том что эти 95 процентов до и 50 процентов не знаю сколько ну больше часть денег принадлежит людям которые получили свои богатства по наследству сейчас мы важно да что сейчас и мы и речь идет не о теориях заговора до которые конечно же мы любим знаем практикуем да но сейчас не об этом да но это просто тупо статистика то есть все эти деньги находятся в руках у семей которые владеют финансовыми империями десятками поколений да это условные ротшильды и морганы роткфеллеры форды фугеры и вельзеры в германии как в свое время меня потряс факт когда я был во флоренции и нам сказали что основные основные состояния во флоренции уже в течение нескольких сотен лет находятся в руках одних и тех же 500 семей что это значит это значит что чужие здесь не ходят это значит что за все это время отработаны механизмы воспрепятствования попаданию в этот круг через элитное обучение через клубы через банки и так далее так далее множество самых разных инструментов включая популярную культуру которая скажем так проповедует для черни нестижание а для для своего круга нечто совершенно другое и соответственно да когда вам говорят что ребята вы должны стать основателем бизнеса вы должны стать инвестор до к этому всегда нужно относиться очень очень осторожно и теперь мы давайте попробуем немножечко в этом разобраться собственно а что в каждой из каждом из этих квадрантов что собственно происходит и может быть мы увидим в них что-то что если так смотреть на вскидку да что мы не видим вот смотрите наемный сотрудник что имеет наемный сотрудник ну он имеет относительную стабильность да то есть он знает например что он там два раза в месяц получит зарплату это плюс да вот давайте так я вас попрошу сейчас написать прямо сейчас в чате вот как вы представляете какие есть плюсы в жизни наемного сотрудника и какие в жизни наемного сотрудника есть минусы вот как я это представляю это стабильность во первых но с другой стороны высокий риск увольнения да то есть одновременно со стабильностью текущих выплат да в целом концептуально довольно высокий риск увольнения да то есть на дистанции там скажем в 10 лет любой наемный сотрудник будет уволен вот прямо сейчас идут увольнения там spotify например прямо сейчас идут увольнения в гугле да и все эти люди которые там думали что вот сейчас мы лучшей компании в мира будем работать да они все рано или поздно собирать в коробку свои вещи и уходят и любой наемный сотрудник на дистанции в 10 лет просто по статистике будет уволен как бы хорошо он не работал до дальше невысокий потолок дохода то есть я смотрел в найме допустим сколько можно заработать до сколько зарабатывает пилот капитан экипажа самолета ну 500 тысяч и 300 тысяч 300 тысяч пилот самолета капитан корабля зарабатывает 500 тысяч дать не такие большие деньги на самом деле директора предприятия директор завода может зарабатывать 500 700 тысяч рублей по меркам инфобизнеса это инфобизнес средней руки с другой стороны это очень быстрый выход на масштаб да то есть например если ты работаешь в медиа если ты работаешь в сми да мне чтобы сейчас достучаться до миллионы аудитории да я трачу на это огромные деньги много контента делаю так далее так далее да я начинаю работать например ну я рано начал работать в газете да ну я работал например в газете метров шеф-редактором да у меня ежедневно было аудитория в 500 тысяч человек полмиллиона ежедневно да когда я работал в деловой газете взгляд то же самое у меня ежедневно были десятки миллионов аудитории то есть то есть я мгновенно получал доступ к этой аудитории да естественно там была куча ограничений я не мог просто туда выйти и сказать ребята давайте я вам вебинар проведу до или песенку спою быстрый выход на деньги достаточные для приличной жизни да то есть вы устроились на работу вы зарплату уже получите там 5 числа следующего месяца на все и вы уже можете снимать квартиру уже можете там каждый день ездить на такси и так далее и так далее но чтобы зарабатывать реально хорошие деньги нужно забраться на самый верх да то есть журналистики условно говоря 100 тысяч рублей заработать это вот в любой газете в любой в районной газете муниципальный ну 100 может быть нет да но 70 тысяч вот сразу вам положат но чтобы зарабатывать 200 тысяч вам надо быть главным редактором чтобы вам зарабатывать 500 тысяч вам надо быть главным редактором крупного издания чтобы зарабатывать миллион вы должны быть главным редактором коммерсанта до или главным редактором эхо москвы условно нет он сейчас закрыт кто там миллион за равно я думаю что там главный редактор комсомолки миллион я думаю зарабатывать а вот что такое миллион но это инфобиз средней руки то есть чтобы реально хорошие деньги в найме зарабатывать нужно забраться на самый верх мы как-то соленой владимирской разговаривали она мне говорила что типа саш вот ты типа если быть например ты сейчас в найм пошел темы сразу там миллион заплатили зарплату месяц я говорю это где ну в сбере например или в яндексе я году миллион для меня это мало а ведь ну тогда тогда ой вот минимум контроля на то есть вы работаете в нами у вас четкие правила того что вы делаете и шаг вправо шаг влево побег множество ограничений при этом ноль ответственности то есть если вы делаете то что вам говорят у вас все будет в порядке давайте посмотрю то что вы пишете все не буду зачитывать но если что-то отличное от того что я сказал до стабильная рутина ответственность на тебе но с тебя требуют они ты до вышел с работы и забыла проблема да я работал в нами когда заканчиваю работу выключаю телефон почту не проверяем мне ничего дальше не интересно что там происходит хоть хоть гори все огнем да я отвечаю только за свой участок работы так плюс оплата отпуска и больничных совершенно верно да то есть вы социально защищены так стабильность зона комфорта можно не метаться самому много общения минусы деградируешь нет взлета нет свободы да совершенно верно да то есть если ты ты видишь потолок тебе который тебе не пробить да и плюс привыкаешь вот к этой стабильности минимум ответственности предоставление техники для работы да совершенно верно наработка опыта тоже согласен с этим да то есть на начальном этапе конечно надо начинать с нами с нами невысокий доход нами я бы так сказал что вы очень быстро выходите на доход достаточный для проживания в найме то есть в нами платят всегда уже те деньги на которые можно там снять квартиру и питаться например нормально отсутствие времени на себя но если много времени на себя надо условно говоря я не мог бы бегать каждый день по полтора часа если бы работал в найме да во фрилансерстве пожалуйста когда хочешь тогда и побежал наличие прогнозируемого свободного времени да опять же рабочий день закончился все вышли так очень хорошо да и труд нормированный да то есть вы знаете что вы должны сделать для того чтобы получить те деньги которые вы хотите получить и смотрите мне кажется это мое мнение сугубо вы можете быть с ним согласны или нет я считаю что есть профессии в которых вы можете профессионально совершенствоваться только находясь в найме например если вы врач да да я понимаю что есть там федоров до клинику создал так далее так далее но вы как врач можете совершенствоваться только в ситуации найма когда у вас ни о чем голова не болит а болит только о профессиональных каких-то вещах если у вас фокус сбит и вам надо начинать думать о деньгах да вы начинаете думать о деньгах о том что как команду прокормить как оборудование закупить и так далее и так далее хороший врач может достичь вершин именно в профессиональной деятельности да не как бизнесмен а именно в профессиональной деятельности только работает на ученый тоже да если ученый вынужден зарабатывать деньги то он начинает думать о деньгах они об открытии да то есть ученый эффективнее всего работает когда он эксперименты проводит на чужие деньги которые ему кто-то дает кто его нанимает да и конечно ученый не должен думать о том что он там себе на стол поставит и чем он команду как только ученый становится предпринимателем он становится предпринимателем да есть ученые которые были успешны как предприниматель да с именно с ученой работой совмещать это очень сложно где невозможно но возможно но да также и врач да есть врачей которые совмещали и предпринимательство и тот же федоров да и профессиональную работу но это единицы единицам удавалось дальше режиссер или актер то же самое да то есть режиссер и актер может совмещать эту работу с продюсерской деятельностью единицам это удавалось большая часть людей которые пытались продюсировать большая часть людей после этого всю жизнь выплачивала долги за эти эксперименты да как дэвид уорг гриффит всю жизнь выплачивал долги за интолеранс или джек николсон который много лет выплачивал долг за фильм волк неплохой кстати говоря фильм или коппола тоже снял спродюсировал фильм он не выстрелил и он после этого 30 лет работал в найме просто за зарплату снимая фильмы и выплачивает долг за этот фильм от всего сердца называется да то есть в целом врач ученый режиссер или актер всегда более успешен в найме другое дело там как этот найм оформляется да понятно что если фильм снимается один раз да работаешь разово получаешь деньги за этот фильм или выплатами как как-то да но в целом чаще всего режиссер или актер он у него есть какой-то постоянный контракт с какой-то кинокомпанией он снимает там допустим фильм за фильмом для этой компании по сути это найм как бы он не был обставлен поэтому мне важно чтобы вы понимали две вещи первое что есть профессии в которых человек может достичь вершины только в найме когда у других людей ресурсы да и нам нужно не поставить не потратить жизнь на то чтобы создать эти ресурсы с нуля а мы сразу же получаем эти ресурсы свое распоряжение да например если там человек снимает не знаю сложно постановочные анимационные фильмы да или художник-аниматор да он но он может конечно сидеть дома масяню какую-нибудь рисовать так это и будет масяня а если ему надо писать делать сложные какие-то сложные кино до пиксаровской который там стоит миллионы долларов только найм только найм на вот и найм это быстрый способ дойти до дохода на который можно жить насколько понятна эта мысль если понятно напишите что мысли понятно или задайте вопросы если есть какие-то если что-то не ясно вот она пишет если врач содержит свою клинику при этом продолжает в ней практиковать постоянно обучается сам они только обучает сотрудников он же продолжает профессионально развиваться я оговорился на эту тему да я сказал что это возможно да я единственный пример знаю святослава федоров вот хотя клиник много вот но у меня есть знакомые врачи до руководители клиник и когда с ними начинаешь разговаривать да и они они судорожно пытаются конечно заниматься и читают книги все и так далее так далее да но и ты видишь что у человека мысль голова забита не этим чем зарплату сотрудника платить а вот очень сложно это совмещать а если действительно у человека это получается очень часто за таким врачом стоит просто какой-нибудь умный еврей до какой-нибудь зам который все это все за них делает на самом деле а вот просто мы об этом не знаем мы думаем о какой оказывается он вот и это делает далее совершенствуется как врач и оказывается и как бизнесмен он успешен да на самом деле там всем бизнесом занимается какой-то человек имя которого вы никогда не узнаете который никогда не у которого никогда не берут интервью да то есть это по сути тоже такой найм до телеком и микроэлектроника тоже только найм окей идем дальше я так давайте говорить еврей любой национальности так дальше фрилансер фрилансер давайте вот напиши тут много фрилансеров я думаю вы мне сейчас быстро напишите достоинства и недостатки фриланс пишите в чате плюсы и минусы фриланса я вам пока скажу что на мой взгляд какие есть плюсы и минусы фрилансы во-первых фриланс зависит от рынка то есть рынок из рынок растет у фрилансера доход может расти бесконечно да зависит от личных особенностей да то есть если у человека высокий уровень энергии он может хорошо много зарабатывать зависит от если человек там может быть спикером да хорошо хороший копирайтинг да может писать каждый день у него все будет в порядке до уровень здоровья высокий все окей да как бы если человек например периодически впадает в депрессию ему надо лечиться там три месяца в году да то или в запой уходит до могут быть проблем при этом совершенно не защищен одно изменение законодательства и все и вся твоя практика да она летит в тартарары при этом во фрилансе может быть довольно быстрый рост дохода до относительно приличных денег да то есть в найме вы можете мгновенно щелчком выйти с нуля до уровня выживания да то есть получить деньги достаточные для жилья во фрилансе вы можете быстро достаточно дойти до денег которые не не уровень выживания да а уровень довольно приличный до до миллиона рублей можно дойти за месяц реально месяц работы я знаю у меня это заняло чуть больше не там несколько месяцев но я знаю людей которые там за полтора месяца дошли до уровня дохода в миллион в месяц до трех миллионов можно дойти за год во фрилансе при этом максимум контроля вы контролируете вообще все хочу поменять нишу меняй ну это же твоя твоя практика легко да то есть вы полностью все контролируете никаких ограничений и полная ответственность то есть вы отвечаете вообще за все в своем деле и надо понимать что фриланс фриланс очень часто путают с бизнесом для того чтобы четче понимать различие давайте мы будем называть это не бизнесом а частной практикой да то есть как в свое время этим занимались адвокаты например до психологи и так далее да то есть это все психоаналитики до врачи и стоматологи да это все частная практика как потопаешь так и полопаешь так ваши версии теневой найм он очень хороший олеся очень хорошее замечание мы поговорим об этом да то есть под видом фриланса очень часто скрывается такой теневой найм если у вас например один клиент от которого вы зависите то вы на самом деле работ просто работаете в найм так свободное время можно в любой момент остаться без дохода много разных сторон работы да то есть вы не просто гайки закручиваете на конвейере да а вы делал вы весь процесс контролируете да сегодня попродавал завтра продукт поделал то есть вы все время переключаетесь и это не сложнее в рутину идти фриланс то густо то пусто да есть такое дело да допустим там праздники ни у кого ничего не продается да или отпуск летом ничего не продается очень трудно освободить себя и голову фри нифига не в при да это так да то есть а поскольку на вас вся ответственность да вы понимаете что я сегодня не заработал ничего ну соответственно да и как бы ты все время все время думаешь об этом сам планируешь свое время да но при этом например если хочется утром пойти и выпить кофе в кафе это же ваше время идете и пьете самая зависимая область не согласен с этим что это самое зависимое я бы сказал так максимум контроля и максимум ответственности то есть вы полностью все контролируете но вы и несете ответственность за все живешь свободно занимается тем что нравится но не обязательно тем что нравится да потому что например вот не нравится это но я понимаю что если я это не сделаю да моя практика закроется ну идешь и делаешь нет коллектива доход зависит от тебя то есть не надо кормить коллектив не надо зарплаты платить это мы фриланс называем часть на частная практика или все-таки бизнес ну конечно же фриланс мы называем частной практикой бизнес мы частной практикой не называет окей хорошо теперь дальше идем и вот например если вы занимаетесь инфобизнесом да я знаю просто что многие из вас в той или иной степени занимаются инфобизнесом инфобизнес это всегда фрилансерство практически нет да то есть да есть редкие редкие случаи когда там человек работает с продюсером например да деле делит ответственность но совсем редкий случай когда человек строит инфобизнес инфобизнес независимый от себя есть такие случаи есть конечно же есть да я знаю людей у которых там не знаю 20 школ например да но стоит копнуть поглубже и ты выясняешь что все эти 20 школ до из них там одна только приносит деньги та самая в которой как в которой он самый преподает да и даже если со стороны это выглядит как бизнес да например там не знаю аяза например да вот возьмите попробуйте убрать оттуда аяза самого да я посмотрю какие у вас там будут продажи да он неоднократно пытался делать убрать самого себя или из ведения или из из маркетинга да сразу же все падают почему потому что сама природа того что он делает да это практика это фриланс да потому что он сам является продуктом вот это надо понимать и соответственно либо если вы хотите из этого сделать бизнес да надо его делать по-другому надо рядом его строить да а вот так что я это делаю а потом я отсюда вынусь и здесь будет кто-то другой что-то делать нет так не будет чтобы создать бизнес надо сразу же создавать бизнес а частную практику бизнес превратить невозможно не разрушив хотя попытки были неоднократно ну и множество этих попыток да по обочинам он лежит разорившийся которых мало кто сейчас помнит уже но тем не менее кто сейчас помнит акселератор кто сейчас помнит бизнес молодость все это были попытки частную практику превратить в бизнес и на этом то они все и закончились насколько понятна эта мысль если понятно напишите понятно если что-то непонятно задайте вопросы никто не спускать сверху дурацкие задания да вы сами спускаете сами себе даете задания сами их выполняете татьяна пишет совмещать же можно найм инвестирование да мы сейчас об этом поговорим естественно конечно же надо обязательно я считаю что обязательно надо совмещать и найми инвестирование фриланс да сейчас мы просто важно понимать где мы делаем что да и какой результат мы понимаем просто делать это сознательно вот и понимать какие результаты вы от этого будете получать так пока вы пишете я хочу понять а сколько у нас человек в прямой трансляции я почему-то когда изнутри я вижу всегда одну и ту же цифру я вижу цифру 103 а сейчас нету 146 так окей идем дальше татьяна да я понимаю про где что ну а что вы тогда здесь делаете можете идти я вас здесь не задерживаю я как раз объясняю тем кому это непонятно так окей хорошо идем дальше основатель бизнеса вот допустим вы являетесь основателем бизнеса какие как в вашем я сейчас осторожно сформулирую почему потому что я думаю что среди вас не так много основателей бизнеса но в вашем представлении если вы основатель прямо напишите я основатель бизнеса и я там такие плюсы такие минусы если вы не являетесь основателем то в вашем представлении какие там есть плюсы и здесь и что я здесь вижу какие я неоднократно был основателем разных бизнесов и разорившихся и действующий да я еще там 20 лет в володе создавал редакционные издательские фирмы там разные всякие и агентство у меня было и там раз и сми естественно я был совладельцем сми в общем как основатель бизнеса я неоднократно выступал в течение жизни что я здесь вижу очень высокая конкуренция очень высокий риск то есть риск сумасшедший если вы фрилансер вам выжить ничего не стоит если вы на в нами вы выживете сто процентов если вы фрилансер вам ну минимальные усилия какие-то надо делать если на растущем рынке дать для того чтобы все у вас было в порядке если вы основываете бизнес в 95 случаев там 97 по-разному считают ваш бизнес разориться да то есть риск не просто высокий а он невероятно высокий при этом не масштаб не доходы не ограничен ничем ну кроме контекста в котором вы существуете рынка там и так далее да но в целом вас никто не никаких ограничений нет да то есть если на этом рынке но вы же основатель бизнеса не работается идите на другой рынок да то есть вы должны как основатель произвести пиво разворот это тоже ваша компетенция как основатель да как инстаграм создавался изначально как сайт знакомств youtube создавался как видео хостинг да превратился в соцсеть да просто в какой-то момент вы делаете пиво и это ваша задача как основатель бизнеса поворот масштабы дохода не ограничены максимум ответственности да то есть вы несете всю ответственность вы отвечаете всем но в отличие от фрилансера вы отвечаете не только за себя вы еще отвечаете за всех людей которых вы нанимаете при этом у нас например в россии очень многие основатели бизнеса достигшие вершин заканчивают свою карьеру в тюрьме да то есть в свое время шутили что когда человек попадает на обложку форбс как бизнесмен года да это значит что в следующем году мы узнаем о том что его посадили и это там типа несколько лет подряд происходило именно так на западе если вы создали бизнес и он дорос до определенного размера вас либо выкинут из этого бизнеса да либо его купит у вас крупная корпорация да как у основателей инстаграм купила крупная корпорация за 3 копейки денег за миллиард да сейчас он стоит 500 миллиардов вот поэтому и это делают все там технологические стартапы когда они достигают определенного уровня их либо амазон скупает либо фейсбук либо запрещенная организация да либо гугл да то есть одна из там из большой пятерки скупает и вам просто не дадут выше вырасти да вас оттуда изымут и может быть вас оставят в найме да но постепенно от вас избавиться это системно происходит да то есть вроде бы порога нет но вы дорастаете до какого-то уровня либо переходите под контроль государства либо переходите под контроль крупной корпорации все вариантов нет вот что происходит с бизнесом здесь очень много легенд по поводу джобса гейтса маска и так далее и так далее нам эти легенды продают достаточно упорно но важно понимать что когда сделали себе состояние джобс гейтс они сделали состояние во первых в момент быстрого технологического роста да когда все переходили на компьютеры на персональные компьютеры да был очень быстрый прогресс в этом смысле да то есть компьютеры которые были огромными машинами с перфокартами вдруг превратились в маленькую штучку вот это вот компьютер да вот мой телефон это мощнейший компьютер и соответственно и это стало у каждого человека да то есть это масштабировалось на весь мир плюс открылся открылись те страны которые ранее были закрыты да открылась Россия большая Россия да Советский Союз открылся включая Восточную Европу да это там типа 500 миллионов человек и открылась Азия то есть открылась Россия с ресурсами дешевыми и открылась Азия с ресурсами трудовыми дешевыми почти бесплатными и то и другое и вот на этом рост вот этот глобальный бизнес Джобса и Гейтса все этот рост закончился то есть следующее поколение Джобса больше не будет Гейтса больше не будет то есть они были вот в тот момент Безос там и так далее да вот все больше следующих бизнесменов такого большого размера не будет так же как не было вот были Битлз и Роллинг Стоунс да уже следующие группы они были мельче почему потому что вот в то время была была вот эта музыкальная глобализация да за счет пластинок за счет радио по всему миру стали слушать рок-музыку все это закончилось война волна прошла здесь то же самое волна прошла следующей волны нет и все то что делали Джобс и Гейтс за это сейчас сажают вот эту девочку из Тиранус да посадили она делает ровно то же самое что делал Джобс да то есть Джобс свой бизнес построил с обмана инвесторов да с того что ну начнем с того что они вообще занимались тем что делали воровское подключение в телефоны и продавали прибор для этого воровского подключения да за это вообще просто их должны были посадить да а в дальнейшем компанию они создали на чем да они продали компьютеры которых у них не было да то есть сделали жульнические просто жульническое действие ровно то же самое что сделала Элизабет Холмс но следующему поколению это не прощают а тому это прощали почему потому что все росло больше так расти не будет не верьте в эти сказки друзья мои поэтому я считаю что для того чтобы стать бизнесменом должен быть отдельный талант да то есть если у человека есть талант создавать бизнес ему надо создавать бизнес если у него таланта нет не надо этим заниматься не надо выращивать свою практику успешной в бизнес если у вас нет к этому таланта оставайтесь практикой так давайте я прочитаю насколько это понятно мысль или если есть вопросы то задайте вопросы вот я как раз не понимаю вот мы сейчас Олеся мы с вами сейчас этим и занимаемся да наша с вами задача чтобы вы поняли где вам не только где вы сейчас а это где вам хочется находиться так принести пользу обществу ответственность работа 24 на 7 до у основателя как ребенок берет дает и берет силы это интересный очень опыт есть такая Оксана Покатаева она была у меня на на эфире в свое время она написала сейчас недавно совсем написала книгу под названием психосоматика организации и у нее очень интересная концепция да когда она организацию рассматривает как живое существо да через какие-то вот эти проекции основателей интересная очень концепция найдите ее в инсте и рекомендую найти ее книгу сейчас можно ее прочитать Оксана Покатаева психосоматика организации так ответственность перед сотрудниками так вот Ярослав пишет основатель до рост личности интересная игра достойные деньги много переменных много рисков вся ответственность твоя да то есть если что ты тупо садишься да то есть ну если что-то пошло не так вот как вот сейчас Элизабет Холмс сидит в тюрьме да то есть если что-то накосячил да ты ответ подчиненные твои накосячили да осядешь ты или убьют тебя например да то есть уровень ответственности очень-очень высокий так хочется соломку подстелить и что-то железобетонное основать ужасно неудобно по сравнению с ютубом антонина пишет Иванова один раз пройдешь этот путь потом любой бизнес поднять под силу начинаешь понимать как все устроено я согласен с этим но и с другой стороны можно делать уже сознательный выбор да то есть в некоторых ситуациях я не считаю например что человек которых 50 лет вдруг принимает решение уйти в найм да что он типа это дауншифтинг вовсе не обязательно да есть люди которые наоборот уйдя в найм в 50 лет из предпринимательской деятельности да совершили огромный рывок и личностный и карьерный и финансовый поэтому здесь не не все так однозначно моя мечта создавать бизнес продвигать его и поднимать получается нет ну конечно не и повезло тоже я бы сказал так да в нужное время в нужном месте да как стивен кинг джеймс паттерсон роулинг и так далее так далее да то есть была волна и эта волна она же подняла именно этих людей они кого-то не каких-то других да потому что больше никто не прошел путем стивена кинга не потому что нет других стивенов кингов есть другие стивен и кинг просто именно стивен кинг был тот самый упоротый маньяк писательства до который очень хорошо знал ремесло очень много работал и так далее так далее и попал в то время когда книжный рынок рос просто бешеными темпами да была глобализация во первых книжного рынка во вторых книги начали продавать на автобусных на этих самых на заправках книги начали продавать везде то есть тиражи начали расти кратно да то есть был тираж нормальный 10 тысяч стал нормальный тираж 10 миллионов вот это произошло на памяти одного поколения да что гришин он лучший писатель чем там не знаю какие детективчики которые писали до него и чем рэкс стаут например да рэкс стаут великолепный автор да но рэкс стаут рядовой автор или дэшел хэммит вообще намного круче рост макдональдс тоже очень крутой до чейс но именно гришин попавший на эту волну стал зарабатывать миллион никто из предыдущих авторов миллионы не зарабатывает и следующие тоже тоже не зарабатывать миллион так если у меня успешная практика но хочется клинику для расширения пока раздумываю как бы ну для начала закрыть практику да то есть вы должны понимать что то что делала вас успешным владельцем практики да это то что мешает вам стать успешным владельцем бизнеса да то есть это другой другой тип навыка мыслишь что сейчас все учат как стать успешным скоро начнет получать противовес от тех кому это не выгодно чтобы делить не делиться как кстати интересная мысль это вы вы правильно правильно мыслите но мне кажется что сейчас начинают закладывать вот во всякие эти во всякий успешный успех начинают закладывать заведомо ограничитель чтобы люди чуть чуть подросли но не росли выше а в чем рывок уйти вернуться в найм в 50 лет ну например в 50 лет человек начинает возглавлять чтобы кинокомпанию крупную например да и начинает ворочать крупнейшими проекты да или человек возглавляет телеканал 50 лет например до будучи до этого фрилансер делает мощный карьерный рывок так найм него не очень охотно берет фрилансеров и бизнесменов это специфика культуры найма и правильно делает да потому что человеку надо начинать сначала это потому что то что делала его успешным как фрилансера да это именно то что будет ему мешать быть хорошим работниками да сандерс 62 года стал основателем есть есть такие истории да есть такие такие исключения что называется хорошо идем дальше теперь инвестор вот в вашем представлении в инвестор когда в инвестиции какие преимущества какие плюсы какие минусы что я здесь вижу в ситуации инвестора я вижу здесь высочайший порог входа да то есть мы сейчас говорим не о том что завести инвестиционный фонд инвестиционный счет и положить на него 100 100 тысяч рублей да мы не об этом говорит да потому что это не инвестиции это сохранение до каких-то небольших день а то есть реально синергия доходов которые начинают ну какой-то заметный доход от инвестиций приносить она начинается даже не от миллиона долларов да то есть там высочайший там порог входа ну от 50 миллионов долларов тогда вы можете начинать от инвестиций получать какие-то доходы при этом очень медленные темпы роста да то есть вам надо сидеть вложили и вы сидите и ждете какое-то время довольно длительные то есть эта игра очень в долгую при этом риск потерять вообще все еще выше да то есть очень сложно свои доходы защитить во первых рынок изменился вы всю жизнь копили деньги вложили их во что-то диверсифицировали до финансовый кризис и как языком сметает все ваши все ваши инвестиции вы думаете о я вложу все в там самый в индекс до в 500 основных компаний финансовый кризис и весь этот индекс падает и вы все теряете валюты вложу валюты еще до стабильных валют не самые надежные бумаги какие самые надежные бумаги перед революцией в россии перед первой мировой войной самые надежные бумаги в мире были русские бумаги русские облигации российские началась война все это все превратилось в пыль все эти надежные бумаги да во что вложить золото физическое золото вложить да откуда мы знаем что завтра кто-то именно физическое золото не атакует вполне такое может быть такое уже было неоднократно да как в там самом в португалии и в испании когда начал обесцениваться серебро и золото да и люди которые добыли больше всего золота больше всего серебра в мире да они тем самым уничтожили свою экономику фактически да тоже такое может быть плюс на инвесторов охотятся все инвесторы это пища да то есть как только у вас появились какие-то деньги вот 100000 вас появилась и вы такие думаете куда мне вложить мои 100 тысяч все вокруг вас уже выстроилась толпа волков которые готовы эти ваши деньги съесть да вы счет в банке открыли вам тут же начинают звонить финансовые консультанты и говорить что они помогут вам инвестировать да то есть осторожность должна быть очень большая и большинство решений инвестиционных они убыточны то есть но я не знаю сколько да но по моей оценке там 95 97 процентов инвестиционных решений приводит к тому что человек теряет либо все свои деньги дали бы теряет там большую часть и вот плюс вы постоянно теряете на комиссии но какие плюсы можно делать неограниченное количество проектов да то есть вы можете проводить из-за того что работают деньги они вы да как фрилансер вы не можете делать неограниченное количество тестов как инвестор можете делать неограниченное количество тестов туда вложили 3000 сюда вложили 3000 сюда вложили 100000 до в зависимости от того какие у вас деньги да и соответственно можно находить таким образом выбирать инструменты да то есть не просто все вложить в одно это в один инструмент а можно вкладывать в разные инструменты в неограниченное количество инструментов при этом вы несете полную ответственность за каждое решение здесь хорошая рекомендация но разделить деньги там например на 10 частей да и 10 случае если вы да и вкладывать в разные проекты соответственно если вы в каком-то проекте потеряете деньги даже если вы там в двух трех проектах потеряете то высока вероятность что остальные проекты вам эти это падение компенсирует вот что касается инвестора давайте мы посмотрим что вы написали не очень понятно разница между бизнесом и практикой очень просто объясняется да то есть если вы делали если вы являетесь производителем этой практике да и вот вас если оттуда изъять из этой вашей практике и она будет работать без вас то это бизнес если без вас она работать не может то эта практика соответственно вот самое большое количество людей убивается при переходе из фриланса в бизнес да потому что для того чтобы построить бизнес из практики бизнес построить невозможно нужно уничтожить практику и с нуля построить бизнес практику в бизнес превратить нельзя так инвестор должен так инвестировать это пассивный бизнес инвестор должен уметь видеть растущие ниши самые надежные бумаги это золото есть такое убеждение да знаете мне если вспомнить все что мне говорили за последние лет десять до про самые надежные инструменты самый надежный это валюта самый надежный это банки самая надежная это криптовалюта вот я помню на тренинге тони робинса в лондоне я познакомился с чуваком и я говорю чем занимаешься вижу по-русски разговаривать что что у тебя за бизнес он ведь ну я крипто инвестор не понятно руки и хорошо но так помолчал немножко еще у меня автомастерская я про себя думаю идиот вот идиот блин но идиот ну вот у тебя есть бизнес да есть клиенты работы развивай его нет надо сам вот ну сейчас как вы думаете что у него там как да если он вложил все все если он достаточно разумен да он не вложил все в крипту и сейчас выплачивает долги по крипте работая в своем этом самом в своей автомастерской и лет пять еще будет выплачивать вот а если нет то он потерял свою автомастерскую и соответственно да и сейчас просто бегает от своих кредиторов поэтому золотом может быть точно то же самое может и не быть а может и быть так бизнес практика когда есть практики надутые в бизнес например семейный бизнес где наследника нет а весь бизнес падает с тем что старый начальник уходит на пенсию здесь смотрите вопрос то да если есть человек на котором все держится да то есть вот вынули этого человека и все и ничего не работает больше да то это практика вне зависимости от того чем чем занимается если татьяну мужицкую изъять будет грустно наверное дела могут заглохнуть ну естественно конечно да естественно потому что она магнит и она создает продукт так хорошо один bitcoin за вступление в какую-то шарагу профукала поржу над этим так хорошо вот мы с вами разобрались до посмотрели по всем этим самым теперь смотрите очень часто бывает так что вроде бы это выглядит как что-то как одно из этого да а с другой стороны это совершенно что-то другое да вот давайте я приведу несколько пример например я пишу сериал для первого канала например было у меня такое когда был большой очень проект до сериал побег я был главным автором и соответственно вот я там полностью занимался только этим проектом потому что там ни с чем другим это совмещать было нельзя выглядит это так как будто я фрилансер потому что я не работал в штате мне не платили зарплату да то есть мне платили за серии да мне платили за каждую серию которую я написала мне платили за каждую серию которую другие авторы а я как главный автор ее редактировать да то есть выглядит как фрилансер на самом деле я в данном случае наемный менеджер потому что один клиент и я зависим одного от одного клиента у меня в коучинге как-то были ребята вот и мы разбирали их бизнес да и структуру клиентов мы посмотрели и выяснилось что у них один клиент приносит там 99 процентов дохода я бы так ребят ну у вас не бизнес да и более того у вас даже не фриланс вы просто работаете в найм на этого человека вот и все потому что его у вас не будет все у вас ничего ничего не будет форма договора порядок оплаты да это все значение не имеет да то есть если у вас один источник денег вы работаете в найме дальше я веду онлайн-курсы например да вот сценарная мастерская я фрилансер да потому что это не бизнес потому что я делаю продукт я занимаюсь продажами да то есть я единственный канал продаж до единственный инструмент продаж да и соответственно я делаю единственный кто делает продукт например вот сейчас мы делаем подкаст в комсомолке завтра у нас премьера первого выпуска два выпуска уже снялись завтра мы снимаем еще два выпуска и и собственно завтра у нас премьера при этом как ни странно я самого начала строю эту историю не как найм а как бизнесмен да то есть у нас отношения не найма отношения партнерские да и моя задача выстроить этот проект таким образом чтобы он мог существовать без меня до чтобы мы пришли к тому чтобы у нас там было десятка два авторов да и которые которые собственно да этот подкаст в ежедневном режиме да и несколько выпусков в день вели да то есть вот мы изначально его строим так как бизнес хотя выглядит это как на например я пишу пьесы да это это как вообще да это вообще не выглядит как бизнес при этом это инвестиция да то есть ну наверное больше всего это похоже на фрилансер написал пьесу ее кто-то поставил я получил деньги да но на самом деле я один раз вложился и дальше я получаю доходы без дополнительных усилий то есть я написал пьесу убийца в 2010 году с тех пор прошло 13 лет я каждый год получают деньги получают доходы от этой пьесы и буду еще получать надеюсь еще долго и упорно да вот понятно что когда это в россии ставится небольшие деньги да но вот например там есть несколько европейских постановок и тому это уже серьезные да вот мы летом ездили всей семьей нас четыре человека до мысль получил я очередные очередной гонорар оттуда из европы получил и мы съездили на две недели в грецию и в турцию на эти деньги да то есть инвестиции но с другой стороны да поскольку я сказал да в инвестициях порог входа очень высокий для того чтобы это начало хоть хоть что-то серьезное приносить на это одна пьеса из всех русских пьес последнего десятилетия одна единственная вот эта моя пьеса приносит деньги еще что-то у калиды еще что-то ставят до больше никого из русских авторов в европе не ставят да то есть порог входа много людей пытаются писать пьесы но почему-то вот одну эту пьесу почему-то ставят да вот она выстрелил как инвестиции насколько это понятно мысль до что один важно один человек может выступать в разных своих проектах в разных ипостасях более того я считаю что не просто долл не просто может но должен обязательно пробовать разные разные вот эти роль до таня сейчас передала видение зеркала максим максимум дранко да и и так далее но тоже там допустим зеркало все равно осталось в ольхом это отдельная история так как если интеллектуальную собственность складывать на один сайт и наращивать популярность инвестиции да это инвестиции если это будет приносить доход то это инвестиции не очень понятно что там с подкастами почему это бизнес или фрилансы почему выглядит как нами почему выглядит как найм потому что есть структура до комсомольская правда который я пришел делать подкаст да но опять же я не в найме я не получаю зарплату да то есть это выглядит как на мы делаем совместные партнерские проект да если он получится если он запустится да то там будет я надеюсь будет группа авторов которая будет все это делать будут ли там деньги я не знаю мне честно говоря не очень интересно может быть на каком-то этапе даже деньги там будут может быть даже интересно да но опять же я пьесу же тоже не для денег писал она внезапно начала деньги приносить через какое-то время хорошо идем дальше очень часто мы видим или нам показывают высшие результаты которые недостижимы для людей со стороны да то есть когда нам рассказывают истории когда мы читаем вдохновляющие книги про основателей бизнеса до от нас на самом деле как отчитатели этих книг не хотят чтобы мы основывали бизнес от нас хотят чтобы мы сильнее и упорнее работали как менеджер или как фрилансер и очень часто люди из одной категории выдают себя за людей из другой категории вопрос киосаки сам киосаки как вы считаете какой категории относится он сейчас говорил горло устало уже немножко фрилансер ну конечно же фрилансер естественно да то есть киосаки зарабатывает своими курсами своими лекции да то есть у него есть инвестиции естественно у него есть инвестиции потому что иначе ну что он будет показывать он вам показывает эти самые да он показывает получать доход с книг да кстати говоря смотрите естественно у него есть инвестиции и книга является инвестиции это не бизнес книга не бизнес это инвестиции потому что книгу вы написали и вы получаете отчисление да то есть и если например книг много у меня больше 30 книг и когда у меня была там одна это раньше в 90 я когда писал книги мне платили гонорар сейчас мне платят royalty да я получаю отчисление royalty не помню сколько там 12 процентов и соответственно тоже это тоже неплохие деньги вот и да и у него тоже есть книги да он путь как гонорар отчисления за книги но книги это копейки поверьте он копейки получает за свои книги самые большие деньги он получает за свои курсы и игры и вот все все то весь то есть это тупо инфобизнес не я не вижу в этом ничего плохого вполне почтенное дело он делает да но плохо то что он вовлекает людей в опасные финансовые схемы да то есть допустим какая-то финансовая схема которая хорошо работает например на одном рынке до схема при которой вы берете кредит ипотечный покупаете квартиру до сдаете эту квартиру выплачиваете кредит да с арендной платы и еще берете доход сверху то вот одна из его схем которая очень хорошо работала там в свое время на американском рынке вот я знаю лично людей которые применив эту схему в россии разорились и много лет выплачивали долги есть такой чувак про которого я в прошлое вспоминал максим темченко он замечательно рассказывает эту историю как он по схеме киосаки влетел в долг он в 22 миллиона рублей и много лет этот долг выплачивать вот когда ты это видишь на живом человеке результаты чего вот обучался у киосаки вот поэтому и например то есть вот важно друзья чтобы вы понимали одну вещь что если вы видите человека который обучает инвестиции скорее всего в 99 процентов случаев доходы основные доходы свои человек получает обучение на обучение инвестиции они на этом сам не на инвестициях собственно да то есть я как-то посмотрел структуру инвестиционного инвестиционного пакета девушки одной которая как раз учит курсы по инвестированию да и вот она говорит да вот у меня там столько-то столько там полтора миллиона долларов окей хорошо я смотрю полтора миллиона долларов инвестиции да то есть ну например даже если полтора миллиона долларов да то ты например получаешь ну хорошо 10 процентов давайте грубо 10 процентов хотя тоже там все все что выше 7 8 процентов это уже очень рискованные инвестиции близко уже к финансовой пирамиде ну допустим 10 процентов дохода до что это такое 100 тысяч долларов до в год ты получаешь но 150 тысяч долларов доходов вот я посмотрел сколько она зарабатывает курсы по обучению инвестиций ну там типа в 30 раз больше а вот поэтому соответственно к этому нужно относиться очень осторожно да кстати говоря скорее всего он прогорел на инвестиции да и киосаки киосаки сам тоже но он не инвест не на инвестициях прогорел он кинул марки маркетинговую компанию которая его раскручиваю не не в состоянии было платить их услугу то есть важно друзья я сделаю я хочу сделать отдельный урок по инвестициям потому что тоже в этой теме очень много опасных таких вещей да то есть люди которые выходят на рынок инвестиций они становятся кормом в большинстве случаев поэтому если вы не разбираетесь в этом рынке хорошо да не потеряли там уже кучу денег то самый как бы консервативный способ инвестиций это выбрать самый надежный банк да и сдать туда деньги под проценты да хотя банки тоже время от времени разоряются да и не всегда вы можете получить компенсацию да то есть бумажные деньги обесцениваются да то есть нет сто процентов надежного способа за который можно брать полную ответственность дальше как вам кажется илон маск это кто да у нас сейчас все получают основные деньги не на том чему сами обучают а на самом процессе обучения этим типом и вас научим а дальше вы будете сами зарабатывать фрилансер бизнесмен 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 инвестор бэтмен от науки блогер он на самом деле инвестор бизнесмен нет ребят не то ни другое ни третье ни четвертое илон маск наемный менеджер то есть в любую секунду он допустит какое-то ошибочное решение и он будет в одну секунду изгнан из любой из своих компаний как происходило это же например происходило с джобсом до джобс безусловно основать он был уволен из собственной компании и был потом обратно нанят на работу как наемный работник то есть он естественно он был основателем этой компании но вне зависимости от того как называлась его должность как были оформлены это самое да чем он владел сколько ему платили и так далее да то есть платим 1 доллар там ему к в какое-то время платили до наемный менеджер и в любую секунду в любую секунду поете он просто вертится как уж на сковородке чтобы этого не произошло в любую секунду он может быть уволен вот просто прямо сейчас и поверьте мы этому даже никто не удивиться кто уволит маска правление инвесторы совершенно спокойно вот за за 5 секунд из любой из своих компаний безус может быть уволен гейтс ну вот кто вот кто сейчас из этих самых из основателей компании вот любой из них может быть уволен посмотрите на историю кого тут сейчас увольняли из убера уволили из пивок компания да сейчас скандал огромный да то же самое основатель собственник совладелец был уволен как нефиг делать мгновенно без выходного пособия да нет ну хотя он там получил там наоборот хорошие очень выходное пособие получил да но законы американские законы позволяют уволить генерального директора в один одним днем даже две недели не дав отработать и поэтому очень часто нам показывают результаты которые зависят от изменяемых условий да то есть например идет растущий рынок и нам говорят все это из-за того что у нас в правлении там не знаю представители лгбт или еще что-то да то есть что никак не влияет на самом деле влияет что растущий рынок влияет компания растет да и падающий рынок на падающем рынке все будет падать чтобы у вас кто бы у вас какие бы там представители лгбт не были бы в компании какие бы вас гений управления не были на падающем рынке вы будете по поэтому моя рекомендация на начальном этапе вашей работы чем бы вы не занимались моя рекомендация это найм да то есть начинать с найма то есть если вам надо освоить какую-то специальность лучше пойдите в найм то есть когда я запускал школу да я сначала отработал в найме я работал вот сегодня как раз я иду вечером читать мастер-класс в московской школе кино в мшк до перед тем как запустить мастерскую мы сашей талалом вместе создали факультет сценарный в мшк да и я там два года отработал в найме получать не очень большую зарплату да и только тогда когда я уже все понял как программы делать все как эту траекторию выстраивать как за качеством следить вот только тогда когда я все это понял изучил только после этого я запустил в четырнадцатом году запустил свою сценарную мастерскую то есть на начальном этапе найм и важно фрилансерство в качестве запасного варианта то есть тестировать что-то делать какие-то проекты потихонечку время от времени до для того чтобы просто иметь пространство свободы до делать что-то в свободное от найма время дальше постепенное перетекание во фрилансерство так же как когда я становился сценаристом я работал в газете в том в той же деловой газете взгляд в метро в крокодиле и писал сценарии да и постепенно 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 перетекал во фрилансерство и дальше перешли во фрилансерство и имейте найм в качестве запасного варианта чтобы если что что-то здесь пошло не так то есть у меня был момент когда я уже перешел работать на первый канал делал проект детективы и по сути такой фрилансерство было потому что я там параллельно делал еще кучу проектов вот и я почувствовал что пока еще не хватает не опыта не хватает не рынок не готов и я вернулся в газету в три месяца так по четыре месяца попрыгал и вернулся обратно в найм да то есть у меня найм был в качестве запасного варианта и я его использую этот запасный вариант поработал еще пару лет и снова дальше уже все ушел фрилансерство и это может быть течение нескольких лет потому что фрилансерство крайне ненадежный вариант дальше инвестиции что я советую с инвестициями я советую использовать самые консервативные инструменты использовать не для дохода а для сохранения резервов да то есть это там наличные в в кубышке банковский счет да может быть золото в можно и в виртуальное золото да не обязательно физически его покупать но и физическое золото тоже имеет смысл да то есть у нас есть запас диверсифицированный и во всех валютах да и банковских счетах и так далее да то есть мы все это делаем а вот для чего для сохранения резервов я это не рассматриваю как инвестиции то есть не надо это путать это не инвестиции задача сохранить эти деньги а не приумножить а что является реальной инвестиции для фрилансера это бренд это вложение в бренд то есть для меня самый высокий кипи самый высокий рои до отдача на инвестиции это реклама да то есть когда я вкладываю рекламу я получаю самую высокую отдачу да то есть это вложение в бренд соответственно если вы фрилансер для вас самые лучшие инвестиции да это именно именно вложение в бренд ваш дальше бизнес только в том случае если у вас есть для этого способности да то есть если у вас есть умение и желание создавать команды и этими командами управлять это талант есть у единиц очень часто фрилансеры уничтожают свои карьеры пытаясь построить бизнес у тони робинса это не бизнес это практика в оправе инфри это не бизнес это практика вот это надо понимать вот это то что я хотел вам сегодня рассказать задание сегодня как такового не будет да то есть мне важно просто чтобы это эту информацию усвоили да про себя и поняли где вы из этих четырех квадрантов и да и как вам взаимодействовать с остальными квадранты то есть мы все равно будем заходить на чужую территорию просто важно чтобы мы туда заходили не терять деньги а приобретать деньги вот и готов отвечать на ваши вопросы если все понятно напишите что все понятно если есть какие-то вопросы то я на них готов отвечать ну и общее домашнее задание продолжается продолжаем собирать подтверждение и это тоже самое когда большая корпорация поглощает хороший бизнес основатель остается только менеджером да я вам об этом выше говорил что сегодня нет не дают вырасти ни одному большому бизнесу до в западным западных технологиях до их их кстати в азиатских тоже да потому что вот этому основателю алли бабы как джек ма да вот он в какой-то момент он подумал что он тоже основатель потом вдруг исчез куда-то на две недели а потом через две недели появился и сказал что как коммунистическая партия скажет так и сделаю да то есть ему объяснили что он не основатель до наемный менеджер да так же как у нас в свое время был олигарх один который умер в съемной однокомнатной квартире на окраине москвы да помните был такой банк империал и пункт и наградов что основатель то же самое объяснили человеку что его наняли работать олигархом миллиардер как наняли так могут и и разнять до золотой парашют я так рада этой рекомендации только вчера приняла решение пойти в найм по своей новой профессии расслал резюме да и фриланс остается как бы как то есть если есть какая-то новая профессия в которой вы не выживаете как эти самые да вот я учу сценаристов например да я своим всегда говорю да они у них тоже всегда такое все сейчас мы напишем сценарий заработаем миллион долларов да не заработаете ребят вас впереди там 5-7 лет до до первых денег может быть да поэтому сидите на попе ровно сидите на своей работе ровно и пишите сценарии рассылайте когда начнете деньги зарабатывать тогда уйдете тогда уволитесь сидите в найме и и фрилансерством подрабатываете как понять что земля есть под ногами признаки когда вы начинаете зарабатывать достаточно денег для того чтобы откладывать так именно сегодня такие вопросы и задачи стояли так курс устроен таким образом что у вас вопросы возникают как раз тогда те вопросы какие надо у вас возникают именно тогда когда я их поднимаю я же вас тоже веду по по траектории поэтому спасибо очень полезно мне стало все стало про себя понятно и прямо очень приятно примете уходит стресс да то есть человек например выходит во фрилансерство и там убивается насмерть просто выгорание все то есть человек думает ну ничего ничего не получилось да у меня такое было сценарной работе да когда вообще ничего не получалось ну я вернулся в найм и еще два года работал в найме когда уже оброс и знакомствами и уже заказы и так далее так далее да то после этого и знаем ушел еще раз и нормально совершенно то есть мог бы продолжать в фигачить в этом самом фигачить во фрилансе до рекламу делал бекмамбетов всемирная история банк империал я поэтому и запомню что что вы посоветуете тому наемному еврею за забором но он на то и еврей до чтобы знать что делать как я могу ему советовать он же умнее меня еще раз как глупый человек может советовать что-то умному так у нас в ес много маленьких кинокомпаний продюсеры которые были основаны потому что режиссер хочет получать госденьги для этого нужна фирма то есть такие микро бизнес и выращенные да это не бизнес то что понимаете то что у вас есть бизнес или то что у вас и п зарегистрировано это не значит что у вас есть бизнес ну фактическая регистрация бизнеса не является бизнесом бизнес и вот тоже у меня жена тоже мы как-то с ней спорили она ведь вот настоящий бизнес это когда у тебя есть завод когда у тебя есть склад я игры но настоящий бизнес это когда у тебя есть поток доходов до который от тебя не зависит от твоего труда вот это и есть настоящий бизнес да поэтому instagram с танцующей девочкой да если я владелец этого инстаграма этой танцующей девочки да и если он не приносит миллион рублей в месяц это бизнес а если огромный завод и 100 тысяч сотрудников и они мне приносят минус миллион долларов в месяц то это нифига не бизнес вот и все да то есть он выглядит как бизнес да там бухгалтер есть бухгалтерия там сидит огромная бухгалтерия пьет чай да это карга культ это не бизнес как вы думаете социальное предпринимательство можно расценивать как бизнес нет это смотрите не надо это путать да то есть вопрос то какие вы ставите цели да например если у вас цель менять мир к лучшему да вот моя цель менять мир к лучшему делать мир лучше да то есть я не я зарабатываю деньги да но я могу зарабатывать деньги гораздо более простыми способами я делаю выдачу сильно больше чем беру обратно потому что мне это нравится такой вид благотворительности да поэтому он изначально до такого рода бизнес он изначально построен так что он выдает больше чем берет социальный бизнес да это бизнес который дает выдачи больше чем чем забирает обратно поэтому кто-то вкладывает до какой-то предприниматель или государство вкладывают в какой-то бизнес и он такой планово убыточный для того чтобы например люди могли там прожить или заработать на какую-то территорию господи какое облегчение я же замухоморенный фрилансер не нужен мне никакой бизнес это не мое да и это огромное облегчение для людей когда они понимают вот я шел к этому шел они туда не надо я хотел стать инвестором а что мне сделать для того чтобы стать инвестором у меня жена тоже не как-то говорит вот я хочу попробовать я говорю окей давайте да миллион ты его просрешь и как бы и все и больше тебе не захочется туда нет говорит я надо там сходить поучиться да где-нибудь там в университет вот поэтому ну как бы бизнес работающий в убыток это не бизнес подождите вот смотрите естественно завод например может работать в убыток на стадии запуска но в целом да мы понимаем что там допустим на рынок он выйдет на какой-то и дальше он будет приносить прибыль и он может приносить очень большую прибыль то есть если он найдет способ приносить прибыль он становится бизнесом если он не не находим не не приносит прибыль то он не является бизнес это благотворительность до которую кто-то оплачивает такое тоже может быть да допустим государство может оплачивать в убыток себе до существующий существующий в убыток себе бизнес может такой бы вполне например предприятие впк до которой полностью весь все свои товары отдает государству да это такая форма найма дан в масштабе целого предприятия есть еще одна категория имитация бурной деятельности понимаете да есть такое и самое ужасное что очень часто люди себе устраивают такую имитацию бурной деятельности когда они я же работаю 24 часа в сутки почему же у меня ничего не получается да ну потому что ты себя обманываешь и занимаешься имитации бурной деятельности вот тоже оксана пишет можно выдохнуть я фрилансер не хочу быть бизнесменом меня отпустила спасибо я-то на самом деле сегодня это хорошо что побочным эффектом стало что многие фрилансеры поняли что им не надо бизнесом заниматься но для себя я считаю что две важных мысли которым я хотел вам сегодня донести что очень часто люди выдают себя за людей из другой категории и не надо им верить надо к этому 1 осторожнее относиться да и соответственно можно возвращаться в найм из фриланса если что да то есть если не получается можно возвращаться в найм ничего в этом не страшного не постыдного нет да и держать фриланс в качестве запасного варианта и самое главное максимально осторожно относитесь инвестиции потому что раз уж мы с вами деньгами занимаемся да у человека болит тема денег начинается нервозная нервозная попытка быстро разбогатеть да а все эти попытки быстро разбогатеть приводят к пребыванию на поле чудес стране дураков большая часть каких-то инвестиционных проектов до которые рекламируются вы просто заройте свои деньги и и потеряете поэтому ради бога вот с этим осторожно то есть если вам хочется это попробовать но возьмите какие-то деньги которые не жалко потерять да каким там 10 тысяч рублей возьмите и или 50000 рублей сколько не жалко но но чтобы для вас это была чувствительная сумма да и попробуйте инструмент инвестиционный попробуйте потеряете деньги свои и как бы и успокойтесь больше не будете этим заниматься то есть не будете деньги выбрасывать они у вас будут сохраняться для чего-то более полезного имитатором бурной деятельности социальный бизнес это тот который берет больше чем дает до совершенно верно да у которого как бы показатель эффективности не связан с доходы в этом тоже нет ничего плохого понимаете я в свое время мне очень понравилась книга галдрата цель до где он написал что целью любого бизнеса является зарабатывание день целью бизнеса до является зарабатывание денег да но не обязательно да мог может сущи могут существовать структуры целью которых не является зарабатывание день до например школа или больница до ее целью не является зарабатывание денег или полиция целью этой организации не является зарабатывание денег хотя тут есть есть попытки превратить это эту организацию бизнес если как фрилансер почувствовал потолок а для бизнеса нет особых способностей куда тогда двигаться хороший вопрос смотрите дело в том что мне кажется я вам об этом говорил да что действительно в доходах фрилансера действительно есть потолок вот и он не всегда преодолели то есть ну если вы например занимаетесь не знаю коучингом до индивидуально если индивидуальным так вообще у вас 24 часа в сутки все у вас предел можете конечно повысить цену за консультацию да но опять же там тоже дойдете до какой-то суммы она восстановится да то есть миллиарда вы миллиардером низ не станете будучи коучем да даже если вы будете как тони роббинс зал и собирать и по 10 тысяч долларов им курсы продавать то не не миллиарды да там тоже есть предел тоже есть потолок что делать заниматься чем-то другим все очень просто да то есть вы не заработаете фрилансером больше определенного количества денег также как в найме вы не заработаете больше определенного количества денег там потолок довольно ну вот считайте до капитан корабля 500 тысяч я понимаю что можно стать допустим наемным этим самым руководителем роснефти да и получать там три миллиона в день сколько у нас руководителей роснефти один до в найме для 99 процентов потолок в 500 тысяч во фрилансе потолок но там три миллиона больше трех миллионов в месяц фрилансе в фрилансе мне кажется не заработает если вы хотите больше занимайтесь чем-то другим до или смиритесь с тем что вы больше не заработаете это тоже нормально значит надо для себя решить и понять что вот больше этих денег я не заработаю окей ну как бы и рваться не надо надо научиться жить на эти деньги потому что опять же людей которые вот посмотрели о вами там метрошина сделала запуск на 100 миллионов ну и пошел человек порвался выжиг нишу выжиг себя сидит вообще без денег то есть мог бы сидеть и зарабатывать миллион в месяц сидит и зарабатывать нисколько в месяц поэтому надо это учитывать так инвесторы тоже не да вот олесе пишет чую фриланс откладывается и первая мысль отдай-ка я инвестирую вот ну сходили бы в инвесторы папа потеряли бы деньги отлично так игнорировала ранее тему личного бренда теперь поняла что в этом мое развитие как фрилансера посоветуйте вы уже ребят вот вы уже там где надо вам еще что надо я вам рассказываю я вам даю вообще все что вам надо помню темченко рассказывал про массажиста который за сеанс брал тысячи долларов да можно и коучингом можно заниматься брать по этому самому по 1000 долларов за консультацию но понимаете из-за того что то есть этим ожиданием надо соответствовать да и очень быстро если вы на тысячу долларов не даете ценности вы очень быстро начнете получать негативные отклики и у вас за эту тысячу никто покупать не будет вот и все поэтому там потолок сами клиенты очень быстро ставят ok друзья на этом мы сегодня заканчиваем и увидимся на следующей неделе на нашем очередном уроке года денег спасибо за ваши вопросы тему мы сложную сегодня разобрали и завтрашнего дня кстати вернее со следующего понедельника кстати говоря как раз мы будем заниматься рекламой и в том числе и построением личного бренда так что увидимся да ребят кстати говоря и напоминаю что идет у нас набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма и навык рассказывания историй чем бы вы не занимались да даже если вы не собираетесь становиться сценаристами до навык рассказывания истории навык вообще понимание того как это работает все он любому любому человеку на мой взгляд современному любому человеку нужен поэтому вписывайтесь пока места есть так из фриланса же можно перейти в инвесторы не становясь не становясь владельцем бизнеса понимаете ребят вот опять же я об этом сказал надо все таки отдельно сделать занятие по я сделаю занятие по инвестициям почему потому что вы не не понимаете одну вещь до что для того чтобы вам ваши инвестиции при приносили хоть какие-то различимые невооруженным глазом деньги у вас инвестиции должны быть достаточно значительными но вот 50 миллионов долларов например у вас есть 50 миллионов долларов которые вы можете инвестировать я думаю что нет потому что если вы вложить 1 миллион долларов посчитайте сколько вам исходя из там 7 8 процентов в год до сколько вы будете получать вложив 1 миллион долларов а я подозреваю что у вас и одного миллиона долларов нет да я думаю что у вас есть там 100000 ну 100000 это считайте сколько 10 тысяч я не знаю сколько он сейчас процентов банки до 100 тысяч вы вложите 10 тысяч процентов в год вы получите ну окей 10 тысяч тысяч в месяц различимы для вас эти инвестиции можете вы на них жить я думаю что нет если вы живете в деревне да где только хлеб покупать то тогда можно например миллион вложить получать сто тысяч процентов да ну не сто там 70 тысяч процентов получать в год и тратить например 7000 там 6000 тратить в месяц вот так можно жить на инвестиции это же наверно не то что вы хотите поэтому любые если вам кто-то говорит что вы заработаете больше денег чем ставка банка да это пирамида любая инвестиционная компания которая обещает сумму денег больше банковского процента это пирамида где вы потеряете деньги может быть не не сразу да может быть не вы может следующий может вы успеете выскочить да но это точно пирамида их огромное количество сейчас таких есть вариант рантье кто живет на процент или сдачу помещений да есть такая штука да да допустим вы с ней если у вас вдруг есть да от мамы папы вы получили там две-три квартиры вы их сдаете но там тоже есть один нюанс во первых помещение амортизируются да во вторых они да то есть их надо периодически вкладывать деньги в ремонт во вторых их надо обслуживать да то есть вам надо приходить да надо тратить время один клиент съехал другой другой приехал и так далее так далее да то есть это жилье во первых она либо будет постепенно выходить из строя и дешеветь до либо надо вкладывать деньги то есть доходность съемного жилья до который вы сдаете она ниже чем проценты у банка поэтому соответственно вот эти рантье да есть вариант рантье это чаще всего люди которые квартиры свои получили в наследстве да то есть если вам кто-то да бабушка дедушка 2-3 квартиры в центре москвы оставила причем тоже они эти квартиры не заработали они их получили от государства вот тогда да можно да ну в этом случае вы просто проедаете да то есть вы не являетесь инвестором вы проедаете что-то что когда-то государство вложила в ваших предков ничего в этом там плохого или постыдного я не вижу да но опять же вы должны понимать как это работает да то есть если вы с нуля например решите купить этот самый купить квартиру и на этом зарабатывать то вам надо учитывать все эти расходы амортизацию обслуживание и так далее так далее это ниже да то есть это ну просто это подсчитано неоднократно до ниже чем банковские проценты вот наталья пишет я рантье в том числе очень хлопотно прибыль после дебета кредита минимально то есть но прожить на эти деньги нельзя если вы решаете жить на инвестиции да там от 50 миллионов долларов то есть ну тоже просто ну вот подсчитывали люди сколько надо вложить чтобы хоть хочешь сколько-то зарабатывать на этом от 50 миллионов долларов если у вас их нет то тогда не не рвитесь лучше спокойно работайте в найме вуфле или во фрилансе на этом я сегодня предлагаю закончить спасибо за внимание и увидимся следующий понедельник до мороки много на творчество времени нет и настроиться на поток творчества тоже проблематично поэтому в этом смысле нормальная ситуация работать в нами найдите себе найм на котором вас никто никто не будет заставлять работать и сидите и пишите там сценарий совершенно спокойно я делал именно так пока пока